МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как объяснить, и где логика, когда некрасивые люди могут рушить крепкие семьи, а люди обаятельные и симпатичные терпят любовные фиаско и с детства заносят себя в список неудачников? Тема эфира сегодня – чудовищная красота. В обсуждении нашей сегодняшней темы примут участие гости, которых я с удовольствием вам представлю. Народная артистка России Людмила Иванова сегодня у нас в гостях. Кинодраматург, кинорежиссер Алла Креницына. Андрей Брюхин, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Российского университета дружбы народов. Ильчин Мамедов, доктор медицинских наук, пластический хирург, личный пластический хирург Сергея Зверева. Сергей Зверев сегодня появится после пластической операции в нашей студии. Главный редактор журнала GQ Николай Усков. И Юрий Шерлинг, заслуженный деятель искусств, профессор художественного руководителя театра Школы музыкального искусства. Добрый вечер. Наша первая героиня приехала к нам из города Волжский в свои 24 года. Она стала победительницей конкурса «Мисс Бюст» у себя в Волгоградской области. Что принес ей столь интересный титул и пятый размер груди? Стала ли она счастливее после этого? Узнаем у нее Оксана Бедаленко. Встречаем. Добрый вечер. Оксана, в каком возрасте вы осознали свою привлекательность? С детства я самая первая начала носить даже бюстгальтеры. Сначала, конечно, был комплекс. Комплекс был всегда, существовал на протяжении того, когда я взрослела. Когда я повзрослела, я уже поняла, что у мужчины стали обращать на мою грудь какое-то внимание. Внимание было постоянно. И потом я поняла, что это моя гордость, что я должна гордиться этим. И должна не комплексовать. Из-за этого я пошла на этот конкурс, чтобы доказать себе и доказать всем, что нельзя комплексовать по поводу этого. Ну, у вас все натуральное. Да, конечно. А что изменилось в вашей жизни после того, как вы стали победительницей конкурса? Изменилось многое. В основном в худшую сторону. Меня опубликовали в газетах наших местных. После этого я не смогла устроиться на работу. Я сама преподаватель английского языка. Получается так, что когда я прихожу устраиваться на работу, мне каким-то образом отказывают в работе, не объясняя причин. И я даже уже сожалею, что я участвовала в этом конкурсе. То есть, когда вас не берут на работу, они боятся, что ваша грудь будет мешать детям учить английский язык? Ну, скорее всего, так. Местная пресса действительно внимательно отслеживала все перипетии этого конкурса. В студии журналист, сотрудник издания «Твой день» Александр Григорьев. Это был конкурс многочисленным. Сколько вот участниц принимало? Насколько я знаю, больше десяти. Вы считаете, почему она не может сегодня найти работу? Это действительно зависть? Ну, дело в том, что, понимаете, Волжский не такой большой город, там еще бытуют те старые добрые нравы, когда, естественно, выступление учительницы на таком конкурсе вызвало определенный шок в кругах, особенно среди педагогов старшего поколения, естественно, особенно среди женщин. Людмила Ивановна, а вы бы были шокированы, если бы узнали, что, например, учительница английского языка, вашей внучке, вот, участвует в конкурсе «Мисс Бюст»? Ни в коем случае почему. Если человек хочет как-то доказать себе, что он чего-то стоит, я считаю, что это нормально. Молодец, женщина. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Считаю, что сам конкурс – это безобразие. А вы учительница, вы у нас всегда учитель в стране, это был предмет уважения, подражания. Вы приходите в школу, в класс, сидят дети, сидят дети 15-16 лет, вы для них предмет сексуальности, а не предмет для подражания и уважения. Но можно же так одеться в школу, тогда не будут обращать внимания на твою грудь, и ты будешь цена совсем другим. Ваша подруга сегодня здесь, Ксения Копытова, вы учились с Оксаной до 8 класса вместе. Почему вы не поддерживаете ее? Вы знаете, Оксана – это тот человек, который всегда доказывал своим умом образование. Вообще я с детства поддерживаю такую позицию, что человек, даже красивая женщина, должна всего добиваться интеллекта. И вот в этой ситуации для меня было, например, потрясением и шоком, что она в таком конкурсе хочет показать свое достоинство. То есть я считаю, что это не тот конкурс, где педагог должен показывать свое достоинство. А мне кажется, просто тут чисто человеческая зависть. Любая женщина, когда бы, все равно, как-то хочется иметь и фигуру красивую, и грудь, и чтобы обратила внимание на тебя. Всегда, всегда это было и есть, и будет. Просто все заняты, и город маленький. Вот вы знаете, просыпаюсь я с утра и думаю, как бы мне побольше грудь. Кто из женщин здесь? Ну, что вы говорите? Зачем вы женщину не сводите это состояние самки, которая топа об этом и думает? У женщины еще мозги должны быть. Давайте сейчас пригласим в студию человека, который сегодня не скрывает того, что он делает пластические операции ради зрителей, ради поклонников, ради того, чтобы быть красивым и соответствовать духу времени. У нас в гостях светский лев, чемпион мира по парикмахерскому искусству, мастер эпатажа Сергей Зверев. Встречаем его. Добрый вечер, Сергей. Я висел. Что бы вы посоветовали Оксане? Почему вы считаете, ее не берут на работу? Я вот считаю, что зря вы так некоторые зрители негативно воспринимаете то, что сейчас слышали. Очень зря, потому что женщины должны всячески поддерживать женщину. И тем более, когда вы считаете, Оксана, что это у вас проблема, я вот теперь не считаю, что это проблема. Какая там проблема? Ну, конечно, это большая проблема, но это же круто. А если это маленькая проблема, это что делать тогда? Застрелиться? Когда большая проблема, это... Ну, а как ей найти работу? Вот действительно, город маленький, все знают, что победила в конкурсе. Видите, в школу не берут. Я помню свою учительницу, вы знаете, вот у меня у нескольких было учительниц, да? Ну, моя была самая крутая, у моей было больше. И мы прям так радовались все. Потом меня перевели в другой класс, например, я как будто что-то потерял. Ни знаний никаких, до сих пор ничего не пойму. А верни мне тогда вот это все. Андрей, Андрей. Знаете, от человека должна исходить уверенность. Ну, что сидеть такое... А английский она знает, какая неуверенность у нее? Должна быть уверенность. Нет рядом человека, который ей скажет, да ты богиня, да ты самая лучшая. Конечно. Да ты просто, понимаешь, вот если был бы рядом такой человек, вы представляете? Проблема заключается в том, как мне кажется, та профессия, которую вы выбрали в своей жизни, вы должны были следовать этой профессии. Вам захотелось отойти в сторону и заняться другой профессией. Потому что, пойдя на конкурс, вы решили лишиться тех комплексов, которые вы имели. Но пошли по другому пути. И, естественно, эти два пути разошлись. Потому что та часть жизни, которой вы начали заниматься на конкурсе, она никак не соответствует той профессии и логике той профессии, которую вы имеете. А какая там же на конкурсе была? Что там было? Я выступала и все. Выступала? Вы не выступали? Нет. А что? Вы не соревновались, вы не соревновались своими интеллектуальными способностями, вы не соревновались в области языка, вы соревновались в области собственной груди. А это никакого отношения к профессии того, чему вы должны следовать в своей жизни, согласно своей профессии, не имеет. Это же личная жизнь, мне кажется. Понятно. Но это никакого отношения не имеет с тем, что установлено в тех определенных традициях любой школы, английской, французской, американской. Если бы этим же занимались бы в Америке, у вас были бы те же проблемы. Или в Англии? Абсолютно те же проблемы. Безусловно. Потому что любые родители тут же бы сказали, кто это? Идите в шоу-бизнес, вот как Сережа, вот он нарядился как клоун, ему это нравится, но он при этом не преподает в школе. Ну, я вас хочу поправить. Я вас хочу поправить. Если бы у меня был вариант выглядеть как вы, или вариант выглядеть как я, я бы удавился, застрелился, но выглядел как я. И не клоуном, а и не клоуном хочу вас поправить. Я вот, например, вас не обижаю. Подождите, мои товарищи, можно я скажу, а почему обязательно всем хотеть выглядеть одинаково? Всем с большой грудью, всем с маленьким носом, а у Гоголя был большой, и может быть даже у него были проблемы, и может быть он мучился, и слава богу, а иначе бы он ничего, может, не написал. При этом бы он не писал быть Гоголем. Ну, понимаете, да, да, да. А потом есть дивные актрисы, или Барбара Стрезе, или даже Ахиджакова, которые совсем не красавицы, и отличаются своей индивидуальностью. Да, вот вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Дело в том, что весь мир сейчас борется за индивидуальность. И та же Барбара Стрезе, она так над собой работает до сих пор. Ну, нос не отрезала, нет. А дело не в носе вообще. А вообще дело не в носе, вы понимаете? Конечно. Всё дело в том, что дело не в носе. Ей-богу, я так думаю. Правильно. Да, дело в том, что для её комплекции это нормальная грудь. Я не знаю, почему вы говорите, большая грудь. По пропорциям идеальность. Вы представьте себе, если у неё будут грудь такого же размера, как у её подруги. Понимаете? Поэтому, да, это нормальная грудь. А то, что она участвовала где-то, так это её личное дело. Вон, Мадонна, что она творит на сцене. Тем не менее, она пишет книжки для детей. Ну, ребята, вы всё время подменяете понятия. Она учительница. И правильно сказал Юрий Борисович. Городок маленький. И у неё одна профессия. А это её личное дело. Поэтому представьте себе эту ситуацию. Маленький город. Учительница. Это всё взбудоражило всё население. Конечно, ей трудно устроиться на работу. Но я думаю, что если она прекрасно знает английский язык, она может быть и переводчицей. И вообще у неё всё будет хорошо. Что скажет по поводу участия в подобных конкурсах красоты победительница конкурса «Мисс Москва-2006» и «Мисс Краса России-2006» Александра Мазура. Она сегодня в нашей студии. Саша, а что вы посоветуете нашей героине? Я считаю, что Оксана просто молодец, что она справилась с самим комплексом и доказала самой себе, что она красивая. Но тут наступает... Наступает такой момент, что... Ну, считать, что когда девушка выигрывает конкурс, всё, это предел, она звезда. Постоянно приходится доказывать, что я не только, допустим, красивая, но и умная. И я думаю, что всё будет хорошо. Вы просто покажите, что... Вот вы посмотрите, я не только красивая, но я и хороший педагог, я знаю английский язык. Будет всё очень хорошо. Ну, народ всё по-другому видит. Сергей, скажите, пожалуйста, на каких именно частях тела и лица, я так думаю, вы делали операцию? Я выпал из тонуса. Я приехал к Личину. Я говорю, Личин, нет сил вообще. Ещё подруга молодая. Я говорю, ну, надо что-то делать. Он говорит, ой, вы знаешь, ты знаешь, Сергей, вот надо просто вот всё то же самое, но тонус. Он всё сел и сказал, надо вот это, вот это и вот это. Да, а ещё был такой момент. У меня подруга. Ну, сейчас, Эмисон, все зрители говорят, что это? Где что можно было там брать и потянуть? Сергею было выполнено внутриротовое моделирование лица. Существуют эталоны красоты. Эти эталоны красоты диктуются нам именно людьми из моды. Каждый пластический хирург воспринимает эту красоту и старается устранить, допустим, тот или иной дефицит, недостаток на некрасивом, ну, скажем так, непропорциональном лице. То есть подогнать это под каноны красоты. То есть Сергей под кого? Нет, у Сергея, как он сказал, просто лицо было приведено в тонус. Давайте сейчас перейдёмся на короткую рекламную паузу далее в нашей программе. Девушка, которая считает себя настолько некрасивой, что готова умереть и не может видеть себя в зеркале. Девушка с комплексом квазимода после рекламы. Пусть говорят. Пусть говорят темой первой сегодня чудовищной красоты. В 29 лет она призналась своей матери, что готова умереть, лишь бы не видеть себя в зеркале. В чём причина её желания уйти из жизни, мы узнаем у героини, она сегодня в нашей студии, Вика Милостердова. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте. Давно ли у вас такая идея и что с вами случилось? С детства я мучаюсь своим лицом, с этим уродством. Никакая причесочка, никакая шапочка мне не идёт. В школе, когда училась, в четвёртом классе, учительница постоянно была недовольна моей внешностью. Постоянно мне пыталась причесать то так, то сяк, ничего у неё не получалось. Вот такое вот у меня лицо. Нервничала, психовала. Мальчишки обзывали лысым уродом. На работу я устроила, мама меня устроила на никелевый завод. Каску я носила. Каска была объёмная и немножко скрадывала моё уродство. Ну, чуть-чуть. Вика, скажите, ну кто сказал вам в первый раз, что вот вы некрасивая? Вас кто-нибудь когда-нибудь любил, кто-нибудь говорил, что вы красивая, что вы хорошая, милая девушка? Нет. Я постоянно слышала от окружающих, что в свой адрес. Мне напрямую... Это не может быть! Вы же хорошенько! Мне напрямую в лицо не говорили, но я слышу постоянно от окружающих, что они мне говорят. Я могу рассказать сейчас. Подождите, сколько вам лет, скажите? 29. Послушайте меня. Я вам рассказываю истинную правду, что в моей жизни происходит, понимаете? Нет, я абсолютно понимаю, как раз поскольку это моя профессия, я понимаю, а кто вам это однажды сказал? Вот главный вопрос. С чего началось, что вы вдруг неожиданно поверили? А я вам говорю, вот что происходило в школе, что на работе. Я ещё не рассказала, что на работе. Вот я не снимала каску. Вот так я её снимала, макушка приплюснутая, прическа прилизанная, лицо вот такое. Слушайте, мы никогда не должны сказать, что это болезнь. Посмотрите, какое у вас чудное лицо. Вот посмотрите, нас снимут. Вы что? Андрей Евгеньевич, а это всё действительно уходит в детство? Нужно искать комплексы там и помочь Вике, или как? А вот зачем вообще приехали сюда, вот на эту передачу? А вот у меня выхода больше нет. Можно я спросить? А вот чтобы хирурга сюда пригласили, пусть он выслушает. У вас нормальное, хорошее лицо, вы что, дурака валяете, а? А я вам рассказываю, что происходит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, не нужно так резко. Вообще-то вы знаете, что я вам скажу. Я сама с собой ничего не могу сделать. Так что не волнуйтесь. Дед, подождите, подождите. Я не буду нанимать психолога. Я говорю, как люди, люди говорят про меня. Подождите, успокойтесь. Вы мне скажите, с чего вы взяли, что вы плохо выглядите? А я говорю, в свой адрес я слышу постоянно от людей. Так. Понимаете? Алик, подождите, давайте разберемся. Например. Я вижу, что не похоже оно на других. У других вот какие-то крупные черты лица вот есть. Ну, приятненькие они. А у меня оно противное. У вас не противное. Вы вздверху, у вас замечательное лицо. Вы должны это понимать. У вас очень красивые глаза. Не так ли? Посмотрите, ведь есть ваши фотографии, и все здесь люди, которые сидят в этом зале, видят у вас замечательный профиль. А у вас есть молодой человек? Я не смею его завести с таким лицом. Вы попробуйте завести, попробуйте. Но молодых людей не заводят, молодые люди приходят сами. Я рекомендую вам сделать только одну вещь. Если вы пойдете и начнете заниматься фитнесом, начнете каким-то образом физически заниматься, вам очень хорошо пойти и заниматься. Вы где живете? В Тамбове. В Тамбове. Там есть какие-то курсы актерского мастерства? А вот там настолько приятные, красивые люди ходят в Тамбове. А я вот среди них вот такая вот хожу, какая-то противенькая. Подождите, вот вам нравился, вот вам нравился. Игорь, скажите, пожалуйста, Вика, ну вот, вы знаете, каждая женщина, вот посмотрите, сколько женщин здесь сидит. Все рано утром мы просыпаемся, смотрим на себя в зеркало. И если бы мы сейчас вот пришли, вот смыли бы эту косметику, в частности я, даже могу, смыть ее. Если бы вы на меня посмотрели... Давайте, давайте, у меня есть одно предложение. Тихо, встаньте, иди. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, это красивая или уродливая женщина? Красивая. Посмотрите, вы посмотрите, солнышко, здесь сидят уважаемые люди, пожилые, здесь сидят врачи, здесь сидит народная артистка замечательная, здесь сидит режиссер. Давайте еще раз просим, это красивая женщина? Знаете что? Ну, спасибо за упрещение, что могу я сказать? Не, 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 подождите. Андрей Евгеньевич, ну все-таки... Да, а можно спросить, извините, Людмила? Да, да, да. Хотел спросить, Андрей Евгеньевич, все-таки, действительно, что лучше? Вот, понятно, что даже такая массовая терапия для Виктории, когда все ей говорят, что она красивая, а она хочет сделать пластическую операцию, чтобы почувствовать себя, может быть, действительно дать ей шанс пойти к пластическому хирургу и что-то сделать? Ни подтяжка, ни челюстно-лицевая мне не поможет, вот такое оно. Правильно, вам это не поможет. Вам надо подойти каждый день к зеркалу и так вот, как я снималась в кино, самое обаятельное, привлекательное, себе говорить, как у вас Виктория, Викочка, Викочка, какая ты хорошенькая. Какая ты красивая, какая ты красивая, у тебя маленький нос, у тебя щечки пухленькие, у тебя лицо кругленькое, да какая же ты красивая, какая ты умница, здравствуй, моя дорогая. И так каждый день три раза, попробуйте. Хочу пригласить сейчас в студию девушку, которую вы не видели с 94-го года, это ваша одноклассница, которую мы нашли в Ставропольском крае. Что скажет она? Действительно ли над вами шутили в школе или вы просто не можете разобраться с собой? Ирина Крохмаль, встречаем ее. Ирина, ну помогите нам, посмотрите, перед нами сидит симпатичная девушка, а почему, неужели в школе так дразнили Вику, что вот она вот... Вы знаете, я вообще, честно говоря, в шоке. Меня когда позвонили и сказали, что вот у Вики милосердие, какие-то проблемы там с внешностью, она жить не хочет, какой-то комплекс. Я подумала, что это шутка вообще вначале. Ну, прикалывается Вика там кого-то попросила, прикалывается надо мной. Потом, конечно, в процессе разговора поняла, что это правда. Я вообще не могу понять, в чем дело, Вика. Мы с тобой в школе, помнишь, дружили одно время? Ира, мы с тобой замечательно дружили, отрывались. Мы нашли друг друга. А что случилось? Что за эти годы с тобой произошло? Я не понимаю. У тебя улыбка тогда не сходила с лица? У нее, кстати, улыбка очень красивая. Ну, мы видели, как она сейчас улыбнулась в первый раз. Действительно, очень красивая улыбка у нее. Ну, проблема идет еще от Викиной мамы. Вот насколько я ее помню, возможно, у самой жизни-то не очень удалось, простите за грубость, но довольно-таки властный такой человек. Все время вот у меня такое лицо, я помню, она как Сталин прямо вот дома такая ходила. Все время они спорили с Викой, ругались. Она ей ничего не разрешала. Куда пойти? Нет, сиди дома, дома, дома. Зачем тебе там с кем-то гулять? Ты вот, ты не такая. Вот, вот, я понял. Мне кажется, это все еще... Андрей Викторович, могли родители развить такой комплекс? Да. Можно я перед тем, как отвечу, спрошу подругу Вики. Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что Вика совсем резко поменялась вот с тем периодом, когда вы ее помните, когда вы учились в школе? Вы знаете, она была веселой. У нее глаза блестели. Она все время... Нас на уроках, кстати, выгоняли ни разу, за то, что мы все время смеялись, тихоря сидели. Скажите, пожалуйста, а Вика вот смеялась. Она была вообще веселая девушка, общительная. Она была более общительной, чем я. У меня, в принципе, подруг мало было. Она даже с параллельных классов общалась. Так что я вообще даже не понимаю, с чего это... Вика нам говорила о том, что в школе ее обзывали. А я не помню никакого прозвища. То есть, если вы лучше подруга, наверное, она могла бы вам об этом и сказать, да, о том, что обзывают... Вика, я не знаю, как тебя обзывали в школе? Вот мы с тобой, с мальчишками, немножко вот так заигрывали. Они меня обозвали лысым уродом. Все обзывали. Все обзывали. Все обзывали. Меня жертве звали. Потому что я была в школе. Ну и что? Сначала меня обзывали Буратино. Потом меня обзывали Гоголь. За то, что у меня нос большой. Подруга говорит об этом в Вика. Спокойно. Это же детство. У нас в Курке продюсер телевизор программы «Тайм-аут» в Нью-Йорке Олег Фриш. Вы видите, знаете американских голливудских звезд. Олег, когда мы здесь в Москве недавно видели Памелу Андерсон без макияжа, ее трудно было узнать от той Памелы Андерсон, к которой мы все привыкли. Вы считаете действительно, что это влияние Запада на то, что происходит с российскими девушками? Ну, это, как бы, я даже не знаю, сначала я вообще подумал, что это шутка какая-то. Потому что любой человек, я считаю, что если мы говорим о пластике, то, не называя слово хирургия, то людям публичных профессий, конечно, это нужно. Потому что люди даже ухоженные, даже появляться на публике. Но самое главное, нужно внутри себя. Вот я, например, у меня нервный тик. Вот я веду программы на русском телевидении и веду на американском канале. И мне это не мешает. Я знаю, что я хорош. Я внушаю себе, знаю, что я лучше. Абсолютно. Почему не поверить себе, что вы самые лучшие? Вас не смогли переубедить сегодня, Вика, здесь? Да спасибо вам. Спасибо за такое утешение. Утешение. Но жизнь моя все равно будет тяжела. А мне еще 60 лет. Как минимум жить 60 лет, понимаете? А лицо мое разрастается. И вот люди... А почему уже 60-то минимум, Вика? Скажи, ну... Ну, мне 30 лет всего. Вика! А? Мне всего 30 лет. Ну, еще 100 впереди. Почему уже 60 лет? Если ты вверхала смотришься, что куда разрастается? Что где у тебя разрастается? Ты, кстати, похудела со школьных времен. И что прочим? Комплимент тебе хочу. Не здесь, не здесь. Полюбить молодого человека. Вы воскреснете, и будешь самая счастливая женщина на белом свете. А если ты родишь себе младенца, вообще, что это такое? Женщине молодой, красивой даме, и сделаться прям... Это мамаша виновата? Мамаша! А может быть воспользоваться сегодня как раз вот этой счастливой возможностью? И столько людей смотрят, может быть... Я думаю, что после этого эфира мы передадим все письма и телефонные звонки Вике, и надеемся, что ее судьба... Я хочу, чтобы ты осталась на следующий эпизод, потому что ты увидишь девушку, которая вышла замуж за самого красивого парня Ростова-на-Дону, будучи самой некрасивой, как она считала о себе. После рекламы вы увидите эту историю. В эфире программа «Пусть говорят» с темой эфира сегодня чудовищная красота. До ухода на рекламу мы беседовали с Викой Милосердовой, которая ненавидит свое отражение в зеркале. Вика, хочу тебя познакомить с девушкой, которая приехала к нам из Ростова-на-Дону. Ее тело было обожжено на 83%, но это не помешало ей выйти замуж за одного из самых красивых парней в Ростове-на-Дону. Встречаем сержантами службы Роза Брагина. Добрый вечер. Добрый вечер. Роза, какие мысли были у вас, когда вы лежали вся обожженная? В 99-м году я получила тяжелую минозвратную травму, несовместимую с жизнью, у которой у меня были ожоги 83% тела. 53 дня я пролежала в коме, после чего, очнувшись, увидела перед собой маму. Ее глаза полные пустоты, ожидания чуда, страха. Когда я ее увидела и поняла, что только ради эти глаз, ради этой мамы я буду жить, не думая уже о себе, там, какая я, какие у меня увечья, там, шрамы. В 2000-м году я вернулась в строй. И однажды, находясь на суточном дежурстве в медицинском пункте, к нам поступил больной с диагнозом желтуха. Значит, я его транспортировала в госпиталь. Естественно, как обычно, больном я забыла, не уделяя никакого внимания. Через полтора месяца он выписался и начал уделять мне знаки внимания, ухаживать за мной. В течение полтора года он за мной ухаживал. Ну, в моей голове все равно были какие-то, можно назвать, даже комплексы. А вы военная медсестра, правильно? Да, медсестра. Я сомневалась в том, что вообще дальнейшая моя жизнь может сложиться, выйти замуж и все прочее. Когда мне мой будущий муж произнес слово «любимая», тогда я поняла, что я кому-то нужна, что можно жить еще с этим. Я действительно встретила человека, на которого можно в жизни положиться полностью, который сейчас является, как бы, даже опекает меня от всего. Но Дмитрий не испугался шрамов от пластических операций, от ожогов? Да. Роза, скажите, а вы сильный вообще по характеру человека? Вот вы себя как считаете? Я считаю, что очень сильный. Очень сильный. Вот у вас было отчаяние, что это ужасно, там, я молодая женщина? Или все-таки вы, как сильный человек, вы сказали, как медицинский работник, как военный медицинский работник, вы доверяли врачам? У вас была все-таки такая выработанная идея. Я добьюсь этого, я добьюсь улучшения, я добьюсь выздоровления. Естественно, я смирилась с этим с самой первой минуты, что я должна была жить, в дальнейшем не обращая на это внимания. То есть не уходить в себя. Понятно. Можно мне сказать? Вот мы сегодня рассматриваем вроде бы такую странную проблему, очень узкую. Там, грудь, красота. У меня была очень интересная семья, у меня папа знаменитый географ. И к артистам они не имели отношения. Но меня воспитывали всегда, что в человеке ценно ум, образованность, доброта, умение. Обязательно умение помочь ближнему, осознание своей пользы в обществе. И вы знаете, это ведь всегда спасало. Потому что если ты кому-то нужен, то ты не зря живешь на земле. Но обязательно человек себя как-то должен тоже строить так, что он кому-то нужен. Давайте сейчас пригласим в студию Дмитрия Брагина, любимого мужчину Розы. Он сегодня приехал на программу. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, когда вы первый раз увидели Розу, что вы подумали? Я люблю ее, сразу увидел с первого взгляда. Что мне очень понравилось. Что будет моей женой. То есть я ее увидел. А что вас зацепило? То есть красота девушки. Красота или характер? Да, я знал, то есть об этом еще как бы то, что случилось, и, как говорится, в части в одной служили. А, Дмитрий, ну вот вы что скажете Виктории, которая вот, вы слышали ее историю, она не находится. Вы, ваш мужской взгляд? Ой, да посмотрите, скажите правду. Нет, Виктория, вы ошибаетесь. Вы очень красивая. Да вы не смотрите на мое лицо. Да я посмотрю на вас, я говорю вам, как от всех мужчин, что вы очень красивая и привлекательная. Найдется тот любимый человек, который вас найдет и полюбит. Хочу познакомить вас еще с одним человеком, который приехал в нашу студию, Иван Степанов. Он с очевидным внешним недостатком, но очень известный внешневартовский человек. Скажи, вот тебя обзывали? Тебе трудно было? Да, когда я был маленьким, мне было тяжело. В принципе, у меня выразленная рама, я перенес 8 операций, в принципе. Ну ничего страшного, я живой, активный, интересный. Чем ты занимаешься? Ты в активном движении молодежи? Я руководитель молодежной организации у нас в городе. Также я руководил уничным центром и работаю с людьми. Что ты пытаешься, Виктория? Мне кажется, что у нее проблема не внешняя, а именно, что она не может определить, что нахоже от этого мира. Я хочу сказать, что Роза человек по характеру очень крепкий, твердый, а Вика по характеру человек совсем другой. И все наши попытки на сегодняшний момент по-доброму, по-человеческому, по-хорошему пожелать ей, не думая об этом, подумая о том, что ты красивая. Вика не поддается сейчас никакому разубеждению. Она занята только своими мыслями. Поэтому я настаиваю, чтобы Вика, не откладывая, все-таки обратилась к психологу, попыталась что-то такое решить. Я бы хотел добавить еще. Есть некоторые пациенты, к примеру, вы правильно говорите, что человек должен быть твердым. А Виктория же, ну, это совершенно противоположная. То есть, я думаю, что здесь прежде всего нужно разобраться в самой себе. И я согласен, вот женщины, нужно молодого человека завести. Безусловно, каждому из нас хочется видеть в зеркале красивое лицо. Но помните, что главная красота все-таки это красота нашей души. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Пусть говорят». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин